Суд запретил аудитору счетной палаты Михаилу Меню покидать место жительства и пользоваться интернатом. Бывшего губернатора Ивановской области и главу Минстроя обвиняют в хищении из бюджета 700 миллионов рублей. Каковы перспективы дела известного чиновника? Комментарии Георгия Буфта. Басманный суд Москвы определил меру пресечения в отношении обвиненного в растрате 700 миллионов рублей. Аудитор счетной палаты бывшего губернатора Ивановской области и министра строительства Михаила Меня ему запрещено совершать определенные действия в течение двух месяцев до 18 января. В частности, нельзя покидать место фактического проживания, из-за исключения двухчасовых прогулок запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять, получать почтовые телеграфные отправления и пользоваться интернетом. Сам Мень отрицает свою вину и называет все недоразумением. Каковы перспективы этого дела? Комментарии Георгия Буфта. Все дела в отношении бывших и тем более действующих высокопоставленных чиновников, особенно если эти дела касаются давно минувших дней, вызывают одни и те же вопросы. Прежде всего, о политической подоплеке. О том, в интересах каких групп влияния возбуждено дело, в чем на самом деле и перед кем провинился тот или иной человек, кому он мог помешать, кто его крыша и почему она вдруг потекла или отъехала, ну и так далее. Короче, все на самом деле не так, как представляют на голубом глазу официальные комментаторы, уверяют любители российской византийском стиле конспирологии. Эти любители конспирологии в данном случае пренебрегают доводами обвинения, согласно которым нынешний аудитор, а в прошлом ивановский губернатор, в сговоре с бенефициарами группы «Продо» похитили из бюджета региона 700 миллионов рублей, выделенные в виде кредита компании «Ивановский бройлер», которая обанкротилась. Так много денег каким-то бройлерам тогда не выделяли, а тут выделили. Ну так в бытность Мене губернаторам и не такие суммы выделяли, в частности, на туристический проект «ПЛЁС», где в том числе находится всем известная резиденция. «Ах, ПЛЁС!» – воскликнут тут конспирологи и непременно увяжут неприятности Мене с убыванием былой аппаратной силы Дмитрия Медведева. Мене с губернаторов сняли как раз после окончания медведевского президентского срока, но бывший глава региона тут же пошел в правительство Медведева руководить Минстроем. Вопрос о том, припомнили бы историю с Ивановским бройлером Меню, если бы премьером по-прежнему был Медведев, будем считать политика риторическим. Кстати, то, что деньги в бюджет региона в нынешнем году вернули, о чем генпрокурор забыл сообщить Совету Федерации и спрашивая разрешение на снятие неприкосновенности, тоже можно трактовать двояко. Вернули ведь, когда уже крыша потекла, а также разговорился перед следователями арестованный год назад бывший губернатор Ивановской области, сменивший Мене Павел Коньков, до этого работавший его первым замом. Наиболее продвинутые конспирологи непременно увяжут арест Мене с провалившейся мусорной реформой. Там ведь заложены десятки миллиардов рублей. Год назад он претендовал на пост руководителя ее главного оператора, российского экологического оператора. Но что-то не срослось в самый последний момент. Хотя тогдашний вице-премьер Алексей Гордеев успел даже анонсировать это назначение. На должности аудитора счетной палаты Мень проводил проверку ухода этой реформы и успел подготовить очень критичный доклад на эту тему, который у впечатлительных людей мог составить впечатление о существовании настоящей мусорной мафии, ничем не хуже, а даже круче, скажем, неаполитанской. В телеграм-каналах тогда замелькали имена, ну, очень больших людей, которым Мень якобы наступил на хвост. Осенью нынешнего года в мусорных делах готовились большие перемены и переделы потоков, как говорят в таких случаях. Возможно, в контексте этих готовящихся перемен пришлось уйти с работы министра, главе Минприроды Дмитрию Хобылкину. В эту же логическую цепочку можно при желании встроить и арест Меня. Однако следователи, которые будут копаться в делах, давно сгинувшего в пучине банкротства Ивановского броллера, будут задаваться куда более прозаическими вопросами. Почему такая огромная сумма выделена? Почему не реализовался проект? Как и, возможно, почем повлияло на принятие решения администрации региона? Где есть такое чудное туристическое и рекреационное место, как Плёс? Почему деньги вернули в казну лишь нынешним летом и так далее? Следователи должны при этом отрешиться от большой политики, прекрасно понимая, что накопать, при желании на тома уголовного дела в нашей стране можно практически на любого чиновника, имеющего право подписи. А горы мусора, раскиданные по нашей необъятной родине, тут ни при чём. Должны каждодневно убеждать себя в этом следователей. И большая политика ни при чём. И если им удастся убедить даже самих себя в этом, то удастся ли убедить всех тех граждан, кто ещё не устали следить за такими сюжетами? Убедить столь же успешно, как убедил сенатор в генпрокурор Краснов и спрашивая о разрешении на арест, который так подробно раскрыл неприглядную правду про Михаила Меня, что они даже лишних вопросов не задали. Басманный суд Москвы запретил Михаилу Меню покидать место жительства и пользоваться интернетом. Аудитор и счётная палата обвиняют в хищении с бюджета Ивановской области 700 миллионов рублей. Мень возглавил регион с 2005 по 2013 годы. Затем он занял пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства в России и в счётную палату пришёл в 2018-м. С подробностями из Басманова суда моя коллега Мария Локотецкая. Из-за везённых в столице ограничений суд никого не пустили из прессы. Поэтому о том, что происходило в зале суда, журналисты узнали через пресс-службу. На видеокадрах, которые разослали журналистам, было видно, что Михаил Мень пошёл в зал суда в спортивном костюме, что свидетельствовало о лояльном отношении к нему следствия, о том, что после допроса ему всё же разрешили переодеться и в относительном комфорте приночевать в ВВС на Петровке. По решению суда обвиняемому запретили покидать место фактического проживания, общаться с определённым круглым лицем, отправлять, получать почтово-телеграфное отправление, пользоваться интернетом. Но разрешили ежедневные двухчасовые прогулки. Мария Лукатиская, адвокат менее Мурат Мусаев, который не смог присутствовать в суде из-за того, что заболел коронавирусом, заявил Бизнес.ФМ, что обсудит это решение со своим подзащитным. Мы считаем, что эти ограничения являются чрезмерными, что они грядят интересам службы. Вообще у них не было никакой необходимости с учётом диктальности Михаила Александровича. Решение окончательно обжаловать, меры пресечения остаётся за ним, мы обсудим это чуть позже. Мурат Мусаев сам Михаил Мень вину не признаёт и считает своё преследование недоразумением. Срок следствия по его делу продлён до 18 января будущего года. В Кремле в курсе ситуации, но президент пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий Мене как аудитора счётной палаты. Задержан бывший губернатор Ивановской области, глава Минстроя Михаил Мень, ныне он аудит расчётной палаты, его обвиняет в хищении 700 миллионов рублей из бюджета области. Ранее был задержан преемник Меня на посту Ивановского губернатора Павел Коньков. Сообщает, что сумма похищенного уже возвращена в бюджет, что теперь грозит Меню и какие активы есть у чиновника. Уголовное дело против Михаила Меня и что может за ним стоять? Среду бывшего министра строительства, экс-губернатора Ивановской области, а ныне аудит расчётной палаты, задержали и привезли на допрос в СК. Его подозревают в крупной растрате. Речь идёт о событиях 9-летней давности, когда Мень работал губернатором Ивановской области. Все подробности у Михаила Сафонова. Для Михаила Меня, если судить по его реакции, уголовное дело, визит генпрокурора, Совет Федерации и последующий допрос стал сюрпризом. У него, как у аудит расчётной палаты, неприкосновенность. И чтобы её снять, генпрокурору пришлось спросить об этом Сафет, на что тот и дал разрешение. Важная деталь. Глава генпрокуратуры Игорь Краснов заодно попросил сенаторов разрешения, чтобы применить к Меню запрет на определённые действия. Мог бы попросить арест, но не стал, выбрав максимально мягкую меру. А после этого источники сообщили, что и Следственный комитет не будет просить об аресте бывшего министра строительства и экс-губернатора Ивановской области. И всё равно уголовное дело против политика с почти 30-летним стажем – неожиданность, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Мне особенно притягивало такие негативные истории, негативные скандалы, хотя, казалось бы, сфера, в которой он занимался такие уязвимые с точки зрения критики, часто связанные с большими деньгами, налаживало неплохо мосты и отношения с федеральными чиновниками, поэтому карьера периодически делала повороты, но каждый раз в целом он выходил, если не с продвижением, то, по крайней мере, оставаясь в системе, имея такой замерный статус. Поэтому тот факт, что такой достаточно опытный и при этом не втягивающий себя в публичные конфликты человек оказался под ударом – некоторый сюрприз». Михаила Меня обвинили по статье «Растрата организованной группой или в особо крупном размере». Это до 10 лет тюрьмы. Дело было в 2011 году в Ивановской области, которой тогда руководил Мень. Компания «Ивановский бройлер» взяла в кредит у местного фонда поддержки малого предпринимательства 700 миллионов рублей. При этом предприятие к малому предпринимательству не относилось и деньги не вернуло, а потом обанкротилось. Следователи возбудили дело и в прошлом году арестовали Павла Конькова, это тоже бывший Ивановский глава, который был заместителем Михаила Меня, а потом сменил его на посту губернатора. Он, как сообщила генпрокуратура, и дал показания на бывшего начальника. Но интереснее другое. Этим летом компания «Прода», в которую когда-то входил «Ивановский бройлер», вернула в бюджет региона 700 миллионов рублей. Так что, как минимум, финансовые претензии улажены. Продолжает главный редактор «Кстати, Ньюс» новостной портал Иванова Татьяна Преображенская. Тоже совершенно странная была картинка. То ли их заставили эти деньги отдать, но нам преподносилось, как их хорошие социально ориентированные жесты. Потом в Ивановской области проводили общенародное голосование о том, куда направить эти свалившиеся неожиданно 700 миллионов рублей. Направить там на больницу, на дороги и так далее. По сути, сейчас получается, что 700 миллионов вернули. Соответственно, тогда вот как бы прерывается логика всех этих телодвижений вокруг этих денег. Еще одна важная деталь в деле Михаила Миня. События в Иваново произошли 9 лет назад. Срок давности по статье о крупной растрате 10 лет. То есть очень скоро срок пройдет. Учитывая, как в России расследуются такие дела, учитывая, сколько обычно длятся судебные процессы, можно предположить, что из зала суда, если до этого вообще дойдет, Минь может сразу же выйти на свободу. Но может случиться и по-другому. И расследование, и суд могут провести максимально быстро, если на то будет политическая воля, говорит юрист Михаил Салкин. Напомню случай с Михаилом Ходорковским, когда там было минирование судов по телефону, и несмотря на минирование судов, эпиляция все-таки состоялась, и там у них оставался там один или два дня, но они это все успели. Поэтому если есть политическая задача посадить, то, конечно же, все успели. Потому что у нас уголовные дела по стандарту расследуются два месяца, и дальше также быстро они должны быть рассмотрены в суде. Ну и самое главное, что может стоять за уголовным делом против Михаила Меня. В счетной палате, как можно понять из открытых данных, он аудировал мусорную реформу. Она, как недавно сообщило ведомство, провалилась. За год у мусорной госкорпорации, то есть у российского экологического оператора, сменилось два начальника. Причем, когда это случилось первый раз, на пост главы оператора СМИ прочили как раз Михаила Меня. Последний руководитель госкорпорации ушел в отставку в конце октября, и нового пока назначить не успели. Заодно в правительстве сменился глава Минприроды, министерство, которое непосредственно курирует мусорную реформу, под которую заложены десятки миллиардов рублей. В свою очередь, на уровне вице-премьеров эту реформу курирует Виктория Абрамченко. И когда она в октябре проводила совещание по итогам работы мусорной корпорации, Михаил Мень, как обратил внимание РБК, на этом мероприятии присутствовал. Но, как можно предположить, в ближайшее время Михаил Александрович будет занят совсем не мусорными Михаил Сафонов, Бизнес-ФМ. В четверг суд изберет меры пресечения для Михаила Меня. На кадрах, которые распространил Следственный комитет, видно, как после допроса аудитора счетной палаты в наручниках усаживают в машину. Сейчас Михаил Мень находится в изоляторе временного содержания. Рассказал нам его адвокат Мурат Мусаев. С ним говорила наш судебный корреспондент Мария Локотецкая. Сегодня был джентльменский набор неотложенных следственных действий в допрос в качестве подозреваемого предъявления обвинения в допрос в качестве обвиняемого, поскольку речь идет о событиях в десятилетней давности, а не в эпизоде профессиональной деятельности. Естественно, в подробностях воспроизвести события тех лет для Михаила Александровича проблематично. Если бы он 10 лет назад совершал преступление, он наверняка помнил бы об этом, но ни в какой растрате он, естественно, не причастен. Однако он намерен давать развернутые показания, позже, ознакомить его с документами, восстановить память события тех лет, осветить их. Он действительно считает свое задержание следствием недоразумения. Полагает, что предварительное следствие следственного комитета добросовестно заблуждается. Возможно, он стал жесткой оговора. Скажите, пожалуйста, на чем завершили следственные действия? Он проведет ночь в ВВС, либо его отпустили, или что с меропресечения? Задержан, уж такова процедура в соответствии с уголовным процессуальным законам. И до избрания меры пресечения, к сожалению, будет находиться не у себя дома. Меры пресечения объявлены на всю страну, речь идет о запрете о определенных действиях, но Михаил Александрович так не собирался решать и против интересов правосудия. Мурат Мусаев, на обставам собеседника Интерфакса следствие попросит суд о самой мягкой мере, это запрет определенных действий.